Здравствуйте, я всегда рад, когда открываются новые организации, но мне всегда так жалко наших предпринимателей, наш малый, как вы говорите, и средний бизнес, я никогда не хочу его так называть, потому что же должно произойти в стране, что вас загоняют в подвал. А главное, что же должно было произойти с вашими мозгами, что вы сами лезете в эти подвалы. Вы сами лезете в этот подвал и сами себя обманываете в том, что в каком-то подвале на бывшей улице чекиста какое-то произойдет экономическое чудо, или сюда будут собираться бизнесмены, чего-то каворфи, сюда придут неудачники и несчастные люди. Они придут за тем, чтобы получить бесплатный компьютер, бесплатно съесть конфеты. Вы будете долго обсуждать ничего, ничего и не вынесете, но я все равно желаю вам создавать такие организации. Единственное пожелание, нацельтесь на получение власти в этой стране, потому что если предприниматели не получат власть, а их 740 тысяч в нашей стране, эти 740 тысяч пытаются превратиться в то же стадо, которое их окружает, а самое главное, часто и бывают этим стадо, часто превращаются в баранов, которых стригут каждый день. И что же хочет власть в этом случае получить? Первое, что она хочет, чтобы вы не лезли в политику и не создавали партии, а создавали бесконечное множество общественных организаций. Чтобы вы, не дай бог, не поставили под сомнение их власть, потому что под ними создавайте все, что угодно. Более того, я уверен, что вас завтра кто-то поддержит из политиков. Более того, я уверен, что вас завтра используют те же политики, которые сегодня сидят в телевизоре. Поэтому если вы не возьметесь, не отдумаетесь, а будете сидеть в подвалах, создавать свои маленькие организации и не используя тот потенциал, который действительно у вас есть, не станете жадными до власти, не станете хватать эту власть, не объединитесь под одной, не под тремя, не под четырьмя идеей, вы пропадете. Как пропаду я вместе с вами. Но у меня есть возможность уехать в Штаты и жить там. У многих из вас этой возможности нет. Будете пропадать здесь бедными, нищими и смотреть с завистью на другие страны, которые 200 лет назад написали Конституцию, стали отцами-основателями и сегодня имеют великолепную страну, такую, как Соединенные Штаты Америки. Вы должны поставить перед собой эту цель, благую и объединиться в одну партию. У вас не должно быть много организаций. Доверьтесь кому угодно, но доверьтесь. Присоединитесь кому угодно, но присоедините. Чтобы все 740 тысяч предпринимателей были в одной организации, а не в 100 тысячах малых, мелких организаций и между собой спорили еще. Нет. Время споров прошло. Когда-то Джобса спросили, давайте проведем спор по поводу вашего предложения. Это был планшет, на котором он предлагал. Он говорит, я не буду проводить, потому что народ толком не знает, что это такое. И спрашивать у неспециалистов, что делать, это бессмысленно. Сейчас пришло время того, когда люди должны пойти за кем-то. Только найдите за кем-то. Я один из тех, которые всего лишь находятся на кастинге. Я один из тех, кто просто создал партию 5-10 и четко сказал, куда вы должны идти, если хотите быть богатым. И четко вас зову в эту партию. Поэтому занимайтесь общественными организациями, собирайтесь в подвалах. Целуйте друг друга, обнимайтесь, но выход ваш один. Вы вступите все в одну партию. Желательно 5-10. Спасибо. И вот мы пришли к выводу, что это все-таки не та среда, которая возьмет флаг и пойдет захватывать власть. Правильно вам сказали. Цель должна быть захват власти. Ничего другого быть не может. Только через захват власти можно все реализовать и спасти страну. Я абсолютно согласен с тем, что было сказано. Идти в политику, брать власть. Брать власть. И я не могу не погодить с Геннадієм Балашовым. У сенси необходимости життя заходов до синергетизации суспольного життя, политического життя. Не разкидану. Уже настав давно час збирати каміння. Але комусь невигідно, щоб хтось збирав каміння. Особливо, щоб збирали каміння ті, хто знають, як його зібрати, які душу дьяволу не продадуть, і які прагнуть розбудовувати свою державу, а не годувати інші країни. Дякую.